здравствуйте друзья кузнецов дмитрий на связи центра юридической защиты компания лям решил очередной раз обратиться к вам очень многие спрашивают что там за компания что за революция у нас собственно говоря в отношении банка тиньков происходит и конечно же столько вопросов я вынужден дать ответ во всяком случае мое видение ситуации но в том что крутые ютюберы блогеры объединились против этого субъекта этого олега тинькова явного врага народа если уж на то пошло да вот такими фразами выражаться невероятного лицемера и человека который в принципе для себя кроме денег ничего в этой жизни не может разглядеть и не пытается кстати говоря это делать посмотрите очень много в интернете его интервью которые комментируются нормальными адекватными людьми когда он там собчак сидит с ксении с нашей общается и буквальном смысле то его за больное цепляет и он начинает называть людей нищебродами всех причем напрямую и у него все самое лучшее у него он богаче всех он круче всех он умнее естественно всех и конечно же его жена красивее это вот ну примерно так ну и акцент на то что все нищеброды а он тот самый с кого надо брать пример ну и там идут разоблачения всевозможные дело дошло до того что началось полного прямое противостояние против тинькова тиньков естественно там тоже молчать не стал своей подключил какие-то ресурсы я имею ввиду суд там подавал настаивать чтобы видео с ютюба было удалено про него но ничего пока у него не получается более того это видео уже очень сильно размножено также он во всеуслышание ляпнул себе как говорится ущерб что он там очень лицеприятно выражался про карты альфа-банк про как таковой банк открытия он вообще заявлять что это не банк ну ладно я сейчас их вот это вот как лица внутри себя грызутся и ради бога и вообще он говорил что все банки сумасшедшие раз открывают живые отделения да можно работать онлайн зачем они что сумасшедшие люди могут там через интернет на самом деле он ничего сам не стоит без вот этих отделений с деньгами с его ну вот его карты они собственно говоря беспомощны без дополнительных каких-то ресурсов отделений салонов связи почтовых отделений других банков то есть других банкоматов в конце концов у них даже банкоматов своих нет но ладно дело даже не в этом просто действительно хотелось бы с этого начать и дать понять определенным персонажем людям которые занимаются такой же деятельностью как и я вы понимаете о ком я сейчас и речь веду это я в очередной раз все-таки по-доброму скажем так не знаю ну по-хорошему пытаюсь общаться я вижу перепалки до после моего вот крайнего видео где я обратился к дмитрию нашему великолепному белозеров у он даже как я понял не удосужился до конца посмотреть он на самом деле этого никогда не делает мою деятельность он поверхностно знает не вникает в нее естественно делает свои выводы ладно это его выбор я не настаиваю не напрашиваюсь никому за комплиментами да но опять же дело не вот в этом таком скажем так нехорошем поведении до моего оппонента знать дмитрий вот что хочу я вам сказать сейчас ведется такая холодная война банковская сфера пытается загнать россию людей составляющую основную массу это рабочий класс тут называемый наш вот интеллигенция ну просто 95 процентов нормальных людей хороших людей загнать долговое рабство вот и здравомыслящие ребята имеющие определенное влияние на массы пытаются противостоять это в том числе то же самое делаем мы с вами кто-то скажем так более компетентно кто-то не проявляя особой компетентности кто-то с мыслями заработать денег точнее все с мыслями заработать деньги не надо тут лицемерие какое-то тут проявлять и говорить что кто-то из нас с вами альтруист любой бизнес подразумевает заработок это нормально это не сумасшествие никакое и скажем так надо подобраться там каким-то невменяемым персонажем которые считают что все вокруг должно быть из воздуха так вот все стараются что-то сделать получив за это определенное вознаграждение и в этом нет ничего плохого но я сейчас опять же не об этом я подчеркну идет холодная война между вот это вот верхушка олигархической и простыми людьми и нам делегировано откуда не знаю свыше возможность сделать так чтобы люди какое-то количество людей переставали им платить переставали отдавать свои деньги тем самым облегчая их кошельки конечно революция до революции здесь далеко но так или иначе любой из нас любой блогер любой кредитный юрист человек зарабатывающий на этом либо развивающий свой канал как угодно вносит большую либо меньшую лепту вот в это хорошее благородное дело и даже человек если дилетант если человек делает какие-то первые шаги он делает хорошее дело во всяком случае мы открываем глаза людям как не платить кредит законно люди не просто не платят кредит а понимают когда человек не знает он боится он боится трясется чего-то ждет жизнь его естественно от этого лучше не становится но когда человек просто даже не оплачивая каких-то услуг она нашим канале вот на лямовском да на вашем на любом другом канале смотрит вникает успокаивается недоброе ли это дело спрошу я вас а теперь опять я вернусь к термину война холодная и давайте немножко скажем так передернем ситуацию представим что у нас не холодная война нормальная война и что нужно нашим врагам с вами точнее что им нужно в первую очередь им важно чтобы мы между собой перегрызлись чтобы на фоне основных вот этих вот боев еще внутри нашего стана начались разногласия перерастающие в реальные конфликты и в грызню вам не стыдно вы неужели об этом не задумывались я после своего видоса до который выложил увидел столько переписки от вас дмитрий поверьте это никакие не боты пишут меня вообще этим не занимаюсь как вы поняли человек спокойный я не реагирую на какие оскорбления в отличие от вас кстати говоря я уже заметил человек который реагирует на оскорбление в принципе слабый человек значит его это задевает а раз его это задевает значит это его слабое место дмитрий я ни о чем не прошу я просто сейчас заявляю откровенно если вы до этого не додумались я просто вам пытаюсь открыть глаза в учет варить и зачем со всеми грызетесь вы единственный такой есть два из два на мой взгляд две причины почему вы это делаете сейчас не на чё вот вообще не без намеков просто а вот кто меня слушает и вы в том числе дмитрий и вашим оппоненты давайте вот вместе честно признаемся что приходит в голову вы не задумывались вот если брать конкретно признать а это невозможно не признать что мы действительно помогаем людям сотням людей тысячам людей мы помогаем вместе с вами мы даем им понять не к вам подписываются к нам подписываются к нам в разы больше подписываются так вот если вы этого не понимаете это одно но если вы это делаете надумано тут два варианта либо у вас головой не все в порядке и вы простых вещей не понимаете либо вы как вы понимаете да и все понимают засланный казачок да инсайдер шпион мне возразит кто-то из ваших скажем так доброжелатель да вот да зачем да все просто объясняется это шахматная партия если предположить что вы с их стороны а я сейчас только лишь предположить пытаюсь это размен то есть такому человеку как вам дается так называемый карт-бланш когда вы элементарным образом начинаете действовать начинаете обсирать всех вокруг потому что youtube уже серьезно оброс компаниями подобными алиаму антиколлекторские структуры вот еще раз повторю кто-то учится кто-то профессионально работает так как вот алиам да реально оказывает помощь практическую так вот могу себе вот такую фантазию позволить некий банкир либо начальник службы безопасности достаточно серьезного банка того же сбера какого-нибудь регионального либо коллекторской структуры которая работает напрямую со сбером говорит чувак заведи такой же канал тащи к себе людей и когда у тебя наберется определенное количество вот тебе денежек немножко для развития начинай потихонечку самые крупные каналы выдергивать и обсирать их да да ты будешь там помогать реально ты юрист и помогаешь ну пускай это мелочь вот все не уйду да ну какие-то страдальцы там вот они переметнуться к тебе и ты им поможешь реально и это будет некий розыгрыш такая партия жертва небольшая но ты испортишь работу крупным каналом люди и так в статусе вот этого должника они не понимают они не могут мозги включить и они будут ни во что не верить и будут продолжать мыслить вот так вот все везде кидалово все плохо они сами вот эти антиколлекторы между собой разобраться не могут где правда мы не знаем скорее всего правда на стороне банкиров они же добрые они денег дали а эти то ничего не дают только просят за свои услуги я могу ошибаться дмитрий но все таки я думаю что вот это вот скажем так мысль имеет под собой определенный фундамент так вот на мой взгляд если есть 3 сценарий стечения событий почему вы этим занимаетесь я не имею ввиду юридическую деятельность а вот именно обсиранием людей еще раз подчеркну вы единственный никто этого не делает никто вообще вам не стыдно мне бы было стыдно я понимаю если бы мы блин я не знаю наркотики торговали наркотиками даже телевизионные компании которые за каждого клиента борются потому что каждый клиент вот кто рекламу у них размещают там первый канал крутой там другой канал по слабе они никогда не опускаются на то чтобы опускать друг друга мирно 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 несут там свою информацию вы же поймите у вас ничего не получится в любом случае все понимаете черным по белому вас можно ну скажем если кто то этого не понимает я давно это понял я просто посмотрел вот эту вашу переписку с теми людьми кто на моей стороне у вас там в группе под видео под вашими под моими вы просто посмотрите разницу в тех же лайках дизлайках вы просто посмотрите на реакцию зайдите на мой канал и посмотрите сколько комментариев у меня и сколько у вас у вас там три каких-то обморока вас пытаются защищать постоянно одни и те же и все и просто вообще никаких комментариев вот народ посмотрел да ваш этот переговоры этого вашего друга там Володи у вас же на канале и все там 4-5 комментариев каких-то там оохов которые по моему сами не способны размышлять и зайдите в полную версию на моем канале и посмотрите что у меня там вы вообще куда лезете зачем вы против людей зачем настроены против нормальных людей у меня просто других мыслей не остается эта мысль у меня закрепилась после того когда я увидел как вы реагируете на комментарии на оскорбления на какие-то замечания по поводу вашего веса Дмитрий сидячая работа я десять лет за рулем отпахал когда занимался во Владивостоке да полнел жрать надо меньше на сидячей работе я вам гарантирую два месяца белково-углеводной диеты и пять килограмм не будет ну и посещайте спортзал если вы там пишите десять лет у вас баскетбола еще раз еще раз говорю не вам конкретно а те кто не может с собой разобраться жрать надо меньше вот и все и следить за собой и добрее быть все болезни все проблемы от злости от ненависти к людям и от жадности от зависти понимаете что вы будете после этого делать я не знаю ну правда то на нашей стороне на тех кто вот я не говорю сейчас ничего по поводу скажем так тех людей с кем вы так в открытую конфликтуете да я даже имен их называть не буду я просто вам заявляю со всей ответственностью ничего у вас ни хрена не получится если вы будете это продолжать делать ну я вам рекомендую через годик задуматься просто ну люди то понимаете вот мне вы не мешаете даже я замечал помогаете да когда действительно у меня заявки начинают то есть людей интрига какая-то возникает они оставляют у нас заявочки просто чтобы мы им перезвонили вот на эту тему поговорить да с людьми кто-то смотрит вот эти вот ваши пасквили уже наши клиенты здравомыслящие подчеркнул и совершенно спокойно потом мне пишут Дмитрий да мы с вами что там вообще понимаете у вас в глазах читается злость Дмитрий да в буквальном смысле у вас в глазах злость читается когда вы даже вот не просто пасквили а вот свою деятельность ведете не знаю может быть я ну передергиваю может я преувеличиваю но мне очень часто пишут говорят звонят не хочется к нему идти не чувствуешь в нем какой-то вот такой душевности понимаете ну что вы делаете хорошо окей ладно вы обсираете мою деятельность то что я там пиарить за счет переговоров с коллекторами а вы выдаете конкретную юридическую информацию на своем канале это огромный плюс да согласен но это теория по сравнению с вами в отличие от вас я как говорится с людьми со своими клиентами я демонстрирую я сам вступаю лично в основную баталию у вас есть там конечно пара-тройка переговоров может быть да и я сейчас не говорю что вы неправильно себя ведете я в ответ на то что вы обсираете меня вы считаете что так нельзя себя вести вы меня клоуном называете за что вам большое спасибо ну понимаете клоун по моему в мундире генерала это неплохо потому что я так же как и мои клиенты идут напролом к этой всей публике публике я демонстрирую своим личным примером что их нельзя не надо бояться да нельзя их бояться вот так вот я думал что оговорился не то что не надо бояться их нельзя бояться и вот он вам я со своими долгами с бывшими да они так думают что я им должен я же не просто так вот по переадресации беру чужие долги там можно так подумать конечно чем он рискует да тем что я открыт и коллекторы могут также ко мне приехать и если бы захотели да сделать там какие-то неприятные со мной вещи я намного им скажем так больше мешаю чем клиент который просто не платит но я в то же время демонстрирую как я и по своим долгам которые якобы у меня есть так думают банкиры и коллекторы и вы сейчас скажете да у тебя там исполнительное производство да есть я своим клиентам говорю а что куда оно денется но мне оно жить не мешает как вы знаете я совершенно спокойно путешествую и чувствую себя совершенно спокойно и так можно делать я не против того что вы юридическую информацию вы даете людям подсказываете ни в коем случае почему вы против моего подхода почему вы откровенно утверждаете что так нельзя обоснуйте только сам можно на сегодняшний день да на 12 сентября вот время записи ролика этого у меня почти 30 тысяч подписчиков ни одного фейкового у вас оно поменьше конечно ну вот хотя бы даже в этом хотя вы свой канал держите уже как вы утверждаете там с 12 года у меня канал чуть чуть больше года ну ладно это все скажем так не совсем про канал я имею ввиду важно я еще раз повторяю Дмитрий дело в том что если вы действительно на той стороне то докажите это продолжая вот эту гадкую деятельность это станет всем понятно против моих коллег моих скажем так друзей где-то ну то есть понимаете я уважаю любую деятельность это мое мнение да говорят один из лучших антиколлекторских каналов на ютюбе я горд этим меня узнают реально вот ходил на хоккей в ледовом дворце две тысячи человек у меня Дмитрий Евгеньевич кричат здравствуйте руку жмут вам что жмут руку в вашем там где в этом череповце сидите если вы меня решили каким-то вот таким дешевым способом сбить выбить из седла я уже об этом говорил давайте посмотрим через год кто где будет а вот одну простую вещь скажу я из владивостока в девяностых годах я 72 года да мне как раз было столько лет вот когда вот эта вся вот заваруха понимаете у вас в череповце вашем да ничего против этого города не имеют даже рядом ничего похожего не было может быть в другом городе жили но я вам говорю я и Рын и Крым прошел меня заказывали мне реально убивали 4 отморозка прутами железными потом сильно пожалели это раз а кстати про КПК хотел вам сказать там один ваш этот Володя то полупьяный который ходит всю дорогу вот он говорит у него КПК было значит он займы людям выдавал да Володя да выдавал займы КПК кредитно-потребительский кооператив у меня очень много партнеров не только вот вообще а тогда вот когда я в Владивостоке жил очень много партнеров у кого большие серьезные организации большой штат людей мы сделали один простой очень хороший ход финансово выгодно не спорю с этим да ну вот те кто вот неудачники вот эти нытики типа Володи заливающую свое горе водкой да или чем он там ее заливает в разговоре со мной прям параллельно да чтобы подкрепить свою слабость никчемность ну разговор вы слышали так вот кредитно-потребительский кооператив другими словами касса взаимопомощи люди совершенно добровольно приходили вносили деньги в эту кассу вносили деньги прежде всего в эту кассу и только потом могли рассчитывать на какую-то финансовую помощь таких людей было очень много более 120 человек которые вносили деньги и естественно получали еще за это проценты и в то же время могли прийти написать заявление и по мере собственно говоря объема той самой кассы взаимопомощи рассчитывать на какую-то финансовую подмогу да естественно больше чем они внесли это называется касса взаимопомощи да это были займы человек взяв должен был отдать да с процентами но это не МФО было это была касса взаимопомощи среди узкого круга людей работающих именно вот на нескольких предприятиях которые объединились вот в этом формате в кредитно-потребительский кооператив который я возглавлял потому что люди сами ко мне руководство этой компании обратилось и мы решили разработать вот такой проект очень успешный к сожалению через год или полтора Владивосток заполонила вот эта волна микрофинансовых организаций которые само собой наш бизнес скажем так поглотили это конечно ошибки ошибка была людей то есть у нас чтобы воспользоваться финансовыми какими-то средствами нужно было сначала свои внести тогда ты являлся членом кооператива и мог рассчитывать а в микрофинансовую организацию как вы понимаете можно было прийти и взять любому ну потом правда последствия всем нам известны какие так вот чтобы была ясность и не надо цепляться за ерунду если вы в ней не разбираетесь не надо говорить кому-то что где-то лохотрон если вы сами в это не верите если вокруг вас такие же как и вы неверующие да неудачники Володя то не надо не надо делать выводы ваша жизнь ни на что не похожа поиск виноватых в том что у вас не хватает денег на что-либо ни к чему хорошему не приведет если вы ищите проблемы то они будут вокруг вас всегда знаете как говорят те кто говорит что все козлы действительно могут доказать что все вокруг козлы но на самом деле нет не все козлы а просто мысль материальная и козлы притягиваются к этому человеку козлы ублюдки сволочи когда человек считает что все вокруг плохо так оно для него и есть и владимир и дмитрий и все вот эти ваши ваши это губ компания докажите людям что вы не с той стороны еще раз повторю если не хотите не доказывайте рисуйте свои пасхали я вот не знаю до чего вы теперь прицепитесь ко мне вот четко было доказано этому персонажу по имени владимир что досудебка работает шикарно мне вчера буквально звонил человек у него 11 кредитных эпизодов пятый месяц обслуживания ни один банк не подал в суд и не подадут потому что уже вот скоро мы сами пойдем в суд тем самым застолбим позицию этого человека что он не боится суда да нормально конкретно пишем письма рассказываем нашу позицию письма кузнецова дмитрия компания лям в суде не имеют никакого веса да потому что надо слушать меня я не для суда эти письма делаю по большому счету веду досудебную переписку я отбиваю у банка аппетит желание заглотить моего клиента а после того как я еще сам подает имени клиента заявления в суд по той либо иной теме то помимо испорченного аппетита у банка еще и тошнота появляется в отношении этого клиента вот где результат что вы заладили зацепились что в суде мои письма никакой роли не играют может быть но надо с этим работать надо шевелить это тут булыгу надо его долбить и будут потом еще и в суде эти письма работать еще раз повторяю почему же тогда если эти письма в суде не работают а судьи разворачивают иски когда не видят факта досудебной переписки все сделано для того чтобы люди не мыкались не тыкались в эти суды но этому все равно когда-то конец придет еще раз повторю вернусь к началу нашего разговора посмотрите какая компания против тинькова развернулась капец он уже истерит он суд подает он там пытается что то делать а просмотры увеличиваются люди ролики копируют люди на своих каналах размещают эти ролики все больше и больше людей понимает что тиньков это обман да вообще любой кредит это обман правильно ребята говорят подумайте кредит это хуже чем и не знаю что надо жить уметь нормально а тем более когда я говорю что я могу показать как можно жить да в моем понимании да я так я работаю на рынке я криптовалютой занимаюсь предлагаю желающим этим тоже заняться кстати говоря после вот этого ролика который вы называли лохотроном у меня рефералов больше двух сотен добавилось но вот представляете это получается лохи а вы тут умные ну и сидите со своими умными мыслями и сосите как говорится лапу последний хрен без соли дайте побухиваете от горести от неудач от того что вы у вас сидячая работа так надо поднять задницу а не сидеть не надо вам не говорить что у вас клиентов море я знаю что у вас их не море у вас их не очень много вот не очень много у вас они есть бесспорно сидячая работа так не надо в процессе работы чипсы жрать вот и все неприятно на живое согласен а мне пофиг что можно про меня сказать я три раза в неделю занимаюсь активно спортом всю жизнь семи лет в спортзале в бассейне на ринге чего сказать можно нечего то же самое я заявляю нечего про мою работу сказать мы помогаем людям да мы берем за это деньги вот и все потому что все на этих деньгах запитано у меня тоже есть семья хватит ерундой заниматься если вы на нашей стороне берите и работайте молча тихонечко спокойно и поверьте если вы придете ко мне с предложением с каким-нибудь интересным то я с удовольствием поддержу это предложение но если вы будете пакостить вот как мелкий пакостник для меня вы мелкий пакостник ну не знаю буду я вот реагировать на вас или нет но то что вы будете смешно выглядеть это да этот ролик я записал для того чтобы вы уважаемый Дмитрий поняли что на самом деле вы делаете если вы этого не поймете то ну грош вам цена как человеку как юристу как просто вообще хотя бы человеку который позиционирует себя в формате помощи людям никто вызывать вас никак в этом случае вот такая ситуация на мой взгляд так вот Митя думает который кстати по моему лет на десять старше вас а выглядит помоложе задумайтесь у кого мозги в нужном направлении работает а тот ваш этот Володя сто процентов уже ну как бы понятно что он бывший коллектор если вы этого не знали спросите у него он вам подтвердит друзья ну теперь я к своим уважаемым клиентам обращаюсь кто хочет стать под юридическую защиту ссылочка на наш ролик на наш сайт простите в описании ролика есть на сайте есть видео как устроена наша работа работа кредитных юристов компания лям вы можете посмотреть это видео если вас все устраивает оставьте заявку на обратный звонок и мы вам обязательно перезвоним в рабочее время по московскому часовому поясу кроме субботы и воскресенья также я предлагаю подписаться на мой канал если вам понравился ролик ставьте лайк жду комментариев очень интересно ну все на этом я с вами прощаюсь на связи был Кузнецов Дмитрий Центр юридической защиты компания Алям всего вам хорошего друзья